На следующей неделе в Якутске пройдет пятая международная конференция развития возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России. Участие в ней традиционно примут представители энергокомпаний регионов России и зарубежья, представители органов госвласти и научное сообщество. Производители энергетического оборудования продемонстрировают лучшие технологические решения в сфере возобновляемых источников энергии. Между тем, первую солнечную станцию в Якутии построили в 2011 году. Сегодня таких станций 16. Лидером по внедрению солнечной энергетики является Верхоянский район, пять станций, в Олегминском районе три. В этом году добавятся Жиганск и Тикси. В самом северном поселке Якутии совместно с японскими компаниями также построят ветроустановку. Аналогичная уже установлена на Быковом мысе в Булунском районе. Строительство каждого объекта возобновляемой энергетики обходится Росгидро недешево, но окупаемость каждой солнечной станции составляет 9 лет, а срок эксплуатации не меньше 25. И экономию от использования солнечных станций уже почувствовали. Если взять всю экономию с 2011 года, с каждым годом мы наращиваем строительство, то на сегодняшний день наша компания сэкономила порядка 500 тонн топлива. Если в денежном выражении, это где-то получается 25 миллионов рублей. За 2016 год, если конкретно за прошлый год, то мы сэкономили где-то 14,8 миллионов рублей и где-то порядка около 200 тонн топлива. Эксплуатацией занимается наша компания, но в принципе солнечные станции не требуют такого, так скажем, эксплуатационных затрат, как, допустим, дизельная станция. То есть, конечно, мы следим, то есть оборудования там немного, в основном это инверторное оборудование. То есть у нас есть отдел внедрения электронных источников энергии на предприятии, который занимается именно эксплуатацией солнечных станций. У нас существует программа внедрения изобновляемых источников энергии. Мы входим в состав, эта программа находится в составе программы ПАО «Русгидро». Ежегодно, у нас эта программа до 2025 года, ежегодно мы вводим по три станции. Мы будем продолжать их строить и вводить, пока у нас, в нашей республике используется дизельное топливо.